Я сегодня нахожусь в Киеве, в торговый центр DreamTown. Здесь открылся магазин Jasmine Lingerie. Вот сейчас мы туда будем подходить, и нам расскажут. Народ собирается, видите, заходит. Наталья, здравствуйте. Наталья, здравствуйте. Вы администратор или управляющий? Да, вы про киринок магазина. Давайте я вас проведу по магазину, расскажу, где он у нас находится. Ну, первое, когда он открылся? У нас состоялось открытие 19 августа. Сегодня официальное открытие магазина. Ну, рассказывайте, показывайте. Экскурсия. Экскурсия начинаем с нашей базы. У нас база представлена в трех цветах. Белый, молочный и черный цвет. Ну, здесь белый, черный, молочный. Или вот это тоже молочный, да? Это молочный, да. Это молочный, здесь белого нету. Белый у нас идет отельно. Так, вот тут, смотрите, цены сразу. Цены у нас приблизительно. Безгалтера по 299, есть некоторые модели по 259 гривен. Трустики от 99 гривен до 129 гривен. Вот здесь 120 и 300, 420 это 15 долларов. Ну, так. Да, 420 у нас это уже пешен, тут нету 420. Нет, комплект получается. Комплект получается, где приблизительно 448 гривен, 450 гривен. Это у нас есть беш еще база. Цены точно такие же, разные чашки есть дублированные. Добрый день. Добрый день, да. Меня зовут Ирина Дых, но я занимаюсь развитием розницей. Понятно. Можно Наташечку на... Можно. Я пока похожу, вы вернетесь. Так. Ну, все, все база, база. Ну, я не такой? Я могу продолжить. Давайте. Я не такой разговорчивый, как Наташа. Не так знаю. Так, вас зовут... Я менеджер, я Алена. Алена, рассказывайте. Мы остановились вот на телесном цвете. Итак, мы в зоне базовой коллекции. Базовая коллекция у нас постоянно отшивается в черном, белом, молочном и в бежевом, конечно. И вот молочный. Это тоже база. Это тоже база. И тоже база. И в белом цвет. Да, и все цены, я смотрю, так выровнены. Двести девяносто девять. Низ сто... Низ сто девятнадцать. Ну, есть и меньше. Есть шестьдесят девять. А, пятьдесят девять. Хорошо. Это лазер. Также у нас мы можем, да, похвастаться нашим... Тумпо Лазер Кат. Это хлопковая серия трусиков. Это хлопок, да? Да, это хлопок. Отличное качество. Сама могу подтвердить, что очень хорошие, люблю и ношу. Ну, комфортные? Комфортные, да? То есть не видны под одеждой? Не видны и они очень удобны, они очень приятны. Понятно. Девяносто девять гривен, сто гривен, четыре доллара цена здесь, да? Отличная цена. Отличная цена. Так, давайте пойдем по порядочку. Это наша фэшн коллекция. Это фэшн коллекция шестнадцатого года, правильно? То есть семнадцатого здесь еще нет? Она такая вот там цветастая, красивенькая была? Осень шестнадцатого, семнадцатого уже начала приходить. Но в данном случае это весна шестнадцатого года. Эта серия у нас получше в продаже. Вот это, да? Да. Красиво. Я снимал на стенде, и вот там все это было. Так, вот смотрите, фэшн сразу чуть дороже. Триста сорок девять, триста пятьдесят и сто пятьдесят, четыреста, пятьсот. Двадцать долларов. Самый дорогой бюст – четыреста девяносто девять. Ну, понятно. Значит, все равно двадцать долларов мы видим, это предел. Да. Также очень популярна среди наших покупательниц розовая пудра. Очень тоже красивая, нежная. И вот мы медленно подходим уже к осени шестнадцать-семнадцать. Это коллекция Бордо. Это первая. Осень-зима. То есть переход с осени на зиму семнадцатого года. Бордо у нас уже в магазине. Его любят наши покупательницы. Есть и маленькие чашечки для больших, крупных женщин. До какой чашки? До девяносто пять лет. Девяносто пять лет. Так, тоже фэшн. И вот фэшн, фэшн. Это вы вчера видели на стенде. Девочки, у нас уже было дефиле только что, девочки уже проходили в этой коллекции. Это коллекция кутюр. Это 20 евро. Вот я смотрю, если сложить в розницу, 20 евро стоит. Ну, евро у нас по 30. Ну, вот 30-600, я смотрю, 450 и 150. А, вы имеете ли это? Комплект, комплект, конечно. Четыреста сорок девять и грузики сто сорок девять, это 600. Да. Ну, и вот то, что мы видели в журнале у нас. Да. Скажем, такой комплект будет стоить 1150, 25, 40, 45 долларов приблизительно комплект. 45 долларов. Вот какая веселая. Вот, это мы вернулись еще к весне, лету. Да, весне, лето, да. Ну, мы постепенно, как мы получаем новую коллекцию, лето уходит и заменяется. Также в лете у нас, сейчас мы переходим к этой сирене. Вот к этой, да? Она тоже одна из самых популярных. Да, вас что, не скажете, у вас все популярное? Ну, у нас есть, ну, мы, ну, мы, ну, конечно, топ до 20 идет, но мы 5 выделяем. Ну, типа, топ 5 выделяем, так сказать. Ну, скажем, топ 20, а еще топ из 25 самые продаваемые коллекции. Это коллекция белая, что я показывала. Вначале белая, пудра. Да, потом пудра, потом бордо вот новая коллекция заняла. Это мы только получили, ну, на этой неделе, поэтому... Ну, вы знаете еще статистику. Ну, я знаю, я уверена, что оно будет деснить, да. Ну, и вот сирене будет. Ну, это тоже такой приятный очень цвет. Нежный, нежный. И снова шампань. Это, да, шампань. Это у нас свадебная коллекция. Да, впечатляет. Чашечка Анжелика ее любит. Да, такие вот корсеты. Что у нас корсет стоит-то? Давайте достанем цену. 598. Ну, 600... 20 долларов. 20 долларов 1300 рублей. Ну, 1400 в российских магазинах стоило бы. Вполне цена... Что-то дешево для свадьбы. Цена низкая. Можно по 20 раз выходить замуж и не разориться. Так, ну что, смотрим. А это у нас база Deluxe. Это чуть подороже серия, потому что здесь... Ой, очень дороже. Очень, очень, да. Смотрите, 440 и трусы там 150. Опять 600, опять 20 долларов. Вот у вас дорого. Такие у нас цены. Лояльные цены для украинского потребителя доступные. Чтобы каждый мог себе позволить одеваться красиво. Конечно. Чтобы быть себе прекрасным. Да. Ну, единственное, сейчас залезем, посмотрим, что там у нас внутри. Хлопочек? Хлоп, конечно. Я думал, сейчас залезу, а там синтетика. А у вас хлопок. Не найдете. Но не удалось мне подцепить. Значит, Нюшечка, Эстер, самая любимая. Да? Вот, к сожалению, осталась последняя. Ну, я не знаю. Мне кажется, там вот с таким рисунком у вас приятнее. Вот то, что вы первое показали. Ну, типа, в топе Эстер. Вот эта Нюшечка Эстер, она в топе продажа. В топе продажа. Хорошо. У вас учет, контроль четко идет, да? Да, мы анализируем продажи, конечно, надо отслеживать. Так, скажите, пожалуйста, вот сейчас такое пространство свободное. Оно для показа сейчас сделано или у вас всегда так? Мы убрали сейчас стоечку, чтобы было свободнее для девочек идти. Также вот эти стоечки, вы видите, они сейчас заняты трусиком из базовых коллекций. Но мы планируем здесь представить нашу новую коллекцию колодц. Вы вчера ее видели. Это хлопковый колодц. Да, 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 видел. Он будет представлен у нас на 3 стола. Ну, очень удачное решение, я хочу сказать. Смотрите, у вас прозрачные. Они не создают такой массивности. В общем-то, открыто все, легко дышится здесь. Очень приятная атмосфера. Конечно, оно не будуарное, но у вас и не по 150, не по 200 долларов. Да, цены не будуарные. Вот, конечно. Поэтому тут располагает все к просмотру, как в музее. И к покупкам. Да, люди заходят, и раздумаются. И ценам, и самому. И такого формата еще не было? Вы открыли? Первый такой формат сделали. Большой. Ну, видимо, дорого стоит здесь аренда. Высокая. Не знаете? Дримтаун считается вторым. По стоимости аренды. По дороговизне площадей. Не по дороговизне, а по эффективности работ. Да? Да. То есть проходимость большая? Да, Дримтаун не очень хорошая. Ну, хорошо. Так, это девушки, ваши манекенщицы? Модели. Модели. Понятно. Хорошо. А когда был показ, народ собирался? Показ был в два... Люди боялись. Боялись заходить, да? Да. Смотрели изнутри, мы приглашали. Непривычно им было. А вы как приглашали? У вас шампанское было, да? Заходите, выпиваете или без шампанского? Без шампанского. Просто так, да, чтобы посмотрели. Хорошо. Ну, дай бог, чтобы у вас все получилось. Ну, должно получиться, потому что продукт именно для рынка. То есть он, во-первых, очень широкий ассортимент. Во-вторых, цены доступны, как я сказала, чтобы... На любой кошелек, абсолютно. А те, кто любит бодуарное, и они тоже найдут. Потому что модели очень хорошие, посадка отличная. И даже если оно дешево, ну, оно... Да. Вот вам бы сделать еще какой-нибудь закуточек бодуарный, куда женщин, которые хотят уединиться, так это... Примериться. И вот сделать для них специально. А вы видели наши примеры? Нет, не видел. Давайте я вам покажу. Покажите. Напомнили мне. Сколько работает продавцов? Здесь много, я смотрю. Ну, штат у нас вообще 9 человек. 9 человек в смену? Нет, вообще. Вообще, да? На выходные мы бы вот не делали. Там сейчас просто все готово. Ну, понятно, это к показу готовится. Давайте покажу пример. Сколько примерочных? Примерочных 6. 6 примерочных. Сюда еще коврик. Коврик стоит сложный, если кому-то комфортнее, мы расскажем. Также у нас кнопочка вызова, если вдруг нужна помощь, а консультант бегает, можно вызвать, мы там слышим. Очень удобно. Я думал, тревожная кнопка, если грабители. Нет, кнопка помощь. Ну, как помощь. Хорошо. Ну, видите, как все сделано по уму, без ничего лишнего. То есть у вас такой лаконизм, который я встречаю впервые. Ну, посмотрим на результаты работы, ну, музей, на результаты работы. Сколько вообще человек в день заходит-то? Я не говорю про покупки. Вот заходит. На выходные до 1200. Ого. Счетчики ведь стоят, правда? Конечно, счетчики стоят.